Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Ездить или нет, неизвестные призывают таксистов остановить работу по межрайонным маршрутам. Золотой резерв делегации Якутии стала самой многочисленной на Всероссийском съезде экологов. Не омрачить праздничное настроение, как правильно выбирать фрукты и овощи к новогоднему столу. Таксисты, занимающиеся межрайонными перевозками, объявляют забастовку. Остановить работу в социальных сетях призывает коллегия таксистов Якутии. Таким образом, неизвестные решили ответить на проверки перевозчиков сотрудниками ГИБДД. Подробнее об этом расскажет Виталий Абрамов. Работа по перевозке пассажиров временно прекращается. Просим всех таксистов и диспетчеров, задействованных в междугородних перевозках, прекратить работу в связи с наглостью пассажиров и сотрудников ГИБДД. Такие сообщения со вчерашнего вечера начали гулять по просторам социальных сетей и мессенджеров Якутии. Мы нашли тех, кто начал распространять эти сообщения. Оказалось, что это вполне легальные таксисты, которые работают по Вилюйскому и Аймеконскому направлению. Их не устраивает конкуренция с таксистами-нелегалами и ужестощение контроля по оснащению транспорта. Вот нынче с нас начали требовать тахографы, по которым водитель в обязательном порядке каждые три часа должен отдыхать. Но на наших дорогах, где я работаю, никаких мест для этого нет. К примеру, в моем направлении на протяжении 600 километров, кроме заправки, ничего нет. Мы устали от того, что все эти надзорные и карающие органы проверяют только нас и придираются ко всему, когда эти индрайверисты продолжают спокойно ездить и красть наших клиентов. И действительно, их можно понять. Официальные перевозчики оплачивают немалое количество налогов, также немалые суммы уходят на переоборудование автомобилей. В свою очередь ГИБДД говорит, что вся работа ведется в рамках закона. За вчерашние сутки, например, у нас выявлено уже более 80 правонарушений именно в сфере пассажирских перевозок. Это не только перевозки, скажем так, с нарушением законодательной базы, которая по перевозке пассажиров именно контролируется Гостехнадзором, Управлением государством, автодорожного надзора, а в сфере именно безопасности дорожного движения. Выявляются такие нарушения, как внесение изменений в конструкцию, управление транспортным средством, перевозка пассажиров с нарушением правил дорожного движения без ремней и безопасности, перевозка детей без специальных удерживающих устройств. В технадзоре и в управлении автонадзора также подтвердили, что это обычная работа с их стороны, и никакого ужесточения нет. Устанавливаются только пока на междугородные перевозки, то есть те, которые на межгород ездят, автобусы. Но буквально, скорее всего, процентов 30 только, на которые на межгороде ездят. Потому что это очень дорогое, как бы, в кавычках сказать, удовольствие, а такограф один поставить, это порядка 50 тысяч рублей. И поэтому многие уходят, им дешевле заплатить штраф, как они говорят, штраф всего лишь тысяча рублей. Возможно, если законодательством потом предусмотрят увеличить сумму штрафа, то уже, естественно, по-другому они к этому и будут относиться. А по документации как бы еще проще. Водители категории «Д» просто дают уведомления о начале работы в Транснадзор. И все, начинают, грубо говоря, таксовать. А те, у кого категория «Б», без всяких госпошлин, могут получить лицензию. Для получения разрешения, что необходимо? Это необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Либо, если это водитель транспортного средства, он может заключить соглашение, либо договор с данными лицами. Это иметь вид деятельности, деятельность такси. Если нет этого вида деятельности, можно в налоговом органе в течение пяти рабочих дней все это сделать. Подать заявление, как уже сказали в трех видах, через нас, через мои документы, либо электронно. Это предоставить копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Это те документы, которые предоставляются. И по истечению максимум двух недель разрешение готово. Как бы если человек реально желает работать без проблем, то ничего сложного. Вместе с тем, по несовершенству дорожной инфраструктуры республики, в ГИБДД говорят, что на каждые 100 километров обязательно должны быть дорожные карманы со знаком места отдыха. А что касается забастовки, мы позвонили в несколько служб междугороднего такси, и все они о бойкоте слышали, но прекращать движение не собираются. Виталий Абрамов, Евгений Тайтонов, Григорий Григорьев, НВКСХ, Якутск. Тема безопасных перевозок актуальна и на внутригородских маршрутах автобусов. Немаловажна в этом вопросе регулярность курсирования маршруток. На здоровье человека может повлиять каждая лишняя минута, проведенная на морозе. Сколько же должны ждать пассажиры автобус на остановке по регламенту и какова картина в реальности, выясняла Серглана Захарова. Автобусы – наиболее востребованный вид передвижения по городу. Наибольшим спросом он пользуется именно в зимнее время, когда пройти даже небольшие расстояния становится довольно проблематично. Но и ожидание нужного маршрута на морозе не приносит особого удовольствия. Специально для повышения комфорта горожан еще семь лет назад в Якутске запустили мобильное приложение «Умный транспорт», которое прогнозирует время прибытия автобусов. На этой программе, внедрение этой программы в 2011 году позволило нам контролировать расписание движений как маршрута в целом, так и в отдельном одной подвижной единице, то есть каждой. Сегодня мы знаем, сколько у нас подвижных единиц работает на линии, какие были сходы, невыходы, интервалы движения. Сотрудники диспетчерской службы в онлайн-режиме следят за передвижением автобусов. К слову, сигнал на карте появляется благодаря системе ГЛОНАСС, которая установлена на каждом маршруте. Мы решили проверить на себе, насколько корректно работают приложения и электронные табло на остановках. Здесь до тройки у нас осталось 2 минуты, до 41-го 4 минуты, до 35-го всего 1 минута. Время на табло мы видим 15.53. Давайте посмотрим, приедут ли они в назначенный срок. Вот смотрите, 2.25 прошло, 2.35, а 3-й я все еще иду. Мы засекали время, когда было на табло 15.53, сейчас 15.57 уже. Унитранспорт у нас говорил, что 41-й приедет через 4 минуты. 4 минуты прошло, как мы видим, даже на горизонте автобуса нет. В результате 41-й маршрут приехал через 5 минут после прогнозируемого времени. Вовремя ходят. Большая неточность, иногда не подходит совсем как надо. На 2-3 минуты они отличаются, даже в приложении телефона они отличаются на 2-3 минуты. Как объяснил нам руководитель основного перевозчика МУП «ЯПАК» Сергей Максимов, расхождения в данных могут быть связаны как с качеством интернета, так и разными внештатными ситуациями на линии. Может все-таки попасть в ДТП, что редко, но случается. А по техническому состоянию может выйти из строя, то есть не может дальше двигаться. Вечером достаточно очень сложно резервный автобус. Пока подъедет другой автобус, проходит определенный период времени и идет с опозданием. Стоит отметить, что ожидание автобуса может быть не столь морозным в теплых остановках, число которых в городе растет. Пока они действуют не везде, но горожане проект приняли на ура, и уже в скором времени их количество увеличится еще на два объекта. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск. Другим темам в Москве стартовали Дни Якутии. В программу «Дней» входит встреча делегации с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Мень. На ней обсудят вопросы реализации федеральной целевой программы «Жилища». В Минсельхозе презентуют агропромышленный комплекс региона. Там же проходит выставка продукции, а также встреча крупных сельхозпредприятий. Запланирована также работа круглого стола. Вместе с этим в столице страны прошел пятый Всероссийский съезд специалистов по охране окружающей среды. Самой многочисленной оказалась делегация Якутии. Ее также наградили дипломом «Золотой резерв». Съезд в очередной раз стал крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального экологического сообщества. По итогам участники приняли резолюцию, в которой обобщили наработки экспертов и экологов и ученых смежных сфер. В Якутии очень мощное экологическое движение. Благодаря этому движению мы сегодня получили номинацию за массовое участие. Каждый третий, четвертый якутянин любит экологические акции. Благодаря участию общественности Якутия остается зеленой, чистой и благополучной. Четыре наследия Хангаласского района смогут реализовать свои проекты по программе поддержки местных инициатив. В 15 поселениях провели собрания, на которых жители решали, какой проект для них наиболее важен. К примеру, в селе Немигюнце летом 2018 года заменят водопровод. Материалы для работы уже закупили. Водопровод устал, уже 90-х годов лежит уже. Протекает кое-где, заливает дороги, усадьбы, поэтому решили заменить. И последнее. Насколько качественны и безопасны овощи и фрукты в Якутске? Кто за этим следит? Куда обращаться при неудачной покупке? И как сами продавцы советуют покупать качественный товар? Ответы на эти вопросы в преддверии новогодних праздников искала наш корреспондент Марьяна Кутукова. С виду обычный кулинарный процесс, но это подготовка овощей для исследования на нитраты и пестициды. Безопасность и качество продуктов проверяют в лаборатории Роспотребнадзора. Ежегодно здесь исследуют 500 проб овощей и фруктов. Проверки проводят как планово, так и по обращениям граждан. Это проводятся исследования на санитарно-химические, на токсикологические исследования, вирусологические исследования и микробиологические исследования. У нас по санитарно-химическим показателям, та продукция, которая у нас реализуется на территории республики, на сегодняшний день она соответствует требованиям технических регламентов. Несвежий вид, насекомые и их следы в овощах и фруктах, а также сопроводительные документы проверяют уже другие. Сотрудники Роспотребнадзора. Но инспекторы имеют право досматривать поступивший товар только после извещения предпринимателя. Получается, что из-за законов, дающих послабление предпринимателям, полной гарантии качества товара все же нет. Все зависит от их ответственности, а также неравнодушия самих покупателей. В этом году всего зарегистрировано 15 случаев выявления карантинного объекта. Калифорнийская шутовка, которые обнаружены в плодах свежих яблок, персиках, нектаринах и абрикосах. В случае, если попалась продукция с признаками заражения вредителями, необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора, который находится по адресу город Якуц, проспект Ленина 3, дробь 1, кабинет 726. Сегодня импортные овощи и фрукты в основном завозят из Китая, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, отечественные из Иркутской области и Краснодарского края. По словам предпринимателей, в новогодние праздники особой популярностью, конечно же, пользуются мандарины. Как понять, что мандарин сочный? Мандарин? Когда сочный, сок потеряет вот эта шкурка, когда вот так жмете, она играет туда-сюда. А вот эта уже сочная. То есть кожура не двигается на одном месте? А, когда сок потеряет мандарин, кожура играет. Вот так нажмете, кожура сама туда-сюда. Тщательный выбор – это залог успешной покупки. При этом важен и последующий уход. Как советуют сотрудники Роспотребнадзора, овощи и фрукты следует мыть горячей водой с температурой 40-60 градусов. При этом поверхность нужно обрабатывать щеткой. Марьяна Кутукова, Владимир Стоюрский, НВК САХА, Якутск. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.